соседи у меня тут появились не так далеко селятся ну что другие всем привет и мы продолжаем приключаться в life is feodal и как лица опять скрипит потертое седло я выдвинулся за железной рудой покажу вам сегодня все прелести что называется шахтерство и кузнечного дела по крайней мере начало этих процессов это действительно не просто это очень интересно шахтерство здесь невероятно просто захватывает потому что требует изучения требует скилла и для того чтобы найти руду нужную а руд здесь несколько это железная руда медная серебряная и золотая куда же без золота кого из золота тот правило устанавливает ну в общем чтобы найти здесь руду нужно реально постараться это реально иногда много часов поисков особенно жилу с хорошим качеством и чтобы ее потом не разграбили потому что руда имеет свойство иссякать и заканчиваться и плюс твои шахты может нужно заблутать кто-то еще выбрать всю породу и ты останешься собственно ни с чем но если вы заметили я кстати теперь на байке такой замечательный конь подарила мне его соседка красотка ветра живет от меня через пролив вчера пригласил меня в гости но я сплавал как настоящий викинг что нам какой-то пролив с водой да никогда речь идет о женщинах в общем собственно переплыл познакомились и оказалась очень милая замечательная соседка подарила мне коня отказываться было вроде как некрасиво и теперь я на коне в общем теперь я молодец и мы теперь едем на коне за рудой почему потому что лошадь здесь выручает невероятно здесь просто лошадь равно жизнь потому что без лошади ты просто умучаешься таскать здесь материал ее можно запрягать в телегу и так далее кто-то здесь построился хитрый дмитрий у меня здесь была жила железная он ее наверно нашел этот мерзаяц так она где-то вот там наверху я не знаю добрался он туда или нет если добрался он ее выбрал что за люди она что за люди сейчас на конь туда не заберется потому что эта проблема реально на лошади в гору да все я понял я понял тогда мы тормозим все он где-то тут рядом копает а мы сейчас тихонечко так спрятать лошадь моего инвентарь сейчас уберем быстрее 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 и отсюда почапали потому что мы же не знаем как он там настроен а у меня оружие с собой нету я даже вообще больше скажу я еще вообще не вооружался так где-то это было если я конечно ничего не напутала напутать я мог целая история вот просто залезть в гору это целая блин история не везде это можно сделать но она там что-то делает этот товарищ чё-то он там колдует где-то это было тут если я ничего не путаю не тут нет не тут вон там с факелом чё-то наяривая это выше значит я лез выше 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 до там это было ай-яй-яй ай-яй-яй она была то вон там а как туда попасть вот это вот нюансы как-то я здесь помню залезал 10 игры здесь не везде можно вот то есть это реально целая блин история друзья мои здесь он уже не полезет здесь не полезет начнем здесь вот форсировать давай брат давай молодец вот здесь нашел вот видите железо такое рыжебурое вот здесь вот я нашел шахту она уже затянулась и вчера раздолбал вот мой камень я выбросу когда колотил шахту и знаете как искать вот ты просто подходишь по скале вот так вот на ваш правой кнопкой изучить объект сейчас будет камень смотрите камень качество 10 и вот так вот на каждую клеточку это если у вас не прокачан поиск железа можно геологоразведку сделать но у меня пока только медь геологоразведку мы задаем максимальный радиус от 12 клеток нажимаем ok и в радиусе 12 клеток мы сейчас ищем медь чтобы железо найти нужно ее изучить возможность поиска ведь вы не обнаружили никаких признаков того что поблизости есть медная руда железо мы будем искать также когда прокачаем но есть и другой способ просто можно ходить и если жила выходит наружу вы ее найдете вот так вот просто кликая на скалу и просто нажимая изучить объект это такой лайфхак опять же пригодится я нашел вчера таким образом вот здесь железная порода была в уголочке полудородная почва так вот здесь по моему выход породы был до железная руда качество 25 вот здесь вот выход породы был одна клетка по моему только все посмотрю до одна клетка вот здесь нету повыше нет уже камень пошел видите вот уже камень то есть наткнуться шансов но вы все поняли короче но вот здесь друзья вот соседняя клетка тут тоже камень камень значит будем вскрывать вот эту клетку она у нас железной рудой все поехали экипируем кирку и вскрываем клетку выкопать тоннель вперед сейчас надо лошадь только выпустить двадцать пятую руду мы сыпем потом потому что там дальше качество вкуснее вот видите мы собрали 25 качество а дальше там будет когда мы прокопаем будет было семидесятое я не знаю быть ли она сегодня давай брат долби сейчас у него когда инвентарь заполнится надо будет все это высыпать уже 75 единиц породы она вместе с камнем добывается потому что ну как бои и камень скала ты не только же железная руда то по моему все больше да и он же взять не может в таком случае мы отходим сначала все выпущу лошадь я надеюсь что никто не придет ее украсть потому что я без оружия защитить я ее просто не смогу а вот мы такие все перегруженные сейчас мы высыпем вот это все она нам не нужна мы будем искать более хороший материал для этого нам нужно вскрыть скалу потому что шахты здесь можно делать очень глубокими можно скалу насквозь прорубить их нужно укреплять потом если мы делаем глубокие шахты там может быть очень хорошая порода плюс когда мы рубим шахту нам может выпасть какой-нибудь драгоценный камень из скалы ну как хозяйка медной горы да с камнями но это требует реально кучи времени можно два часа рубить скалу и у тебя выпадет один драгоценный камушек то есть драгоценный камни здесь это реально ценность серьезная так где мне тут это все было вот здесь на он давай руби сейчас он значительно больше сможет взять руды и потом когда вот мы прорубим этот квадратик первый из него же материалы иссякают вскроется шахта и мы пойдем туда в глубину посмотрим какого там качество руда все это достаточно такое занятие требующие терпения вот занятия именно шахтерством но она ужасно интересное во-первых найти на карте реально руду плюс особенно например золотую руду это очень сложно серебряную а а еще в хорошем качестве чтобы еще не сперли потому что золотых руд намного меньше чем железных или медных и это целая история все это затягивает и самое главное что это все настолько трудоемко что у вас после того как вы несколько часов порубили потом все это привезли домой и там начали занялись переплавка у вас ощущение чутко выполненного дела то есть но вы как бы молодец на вот и что вы реально шахтер реально кузнец то есть вот эти ощущения игра дает все выкидываем и рубим дальше я вам показываю ну собственно сейчас без монтажа полностью процесс чтобы вы понимали как это все трудоемко как это все происходит вот обязательно нужно выкидывать мы по крайней мере камни рудует выкидывать я надеюсь что там просто будет лучше качества мы наберем более высокого качества можно эту было бы взять то есть но 25 качество хочется получше я надеюсь что мы там встроим и жила там будет с более лучшим качеством так что таким вот образом ищите руды вот вот мы вскрыли видите вот здесь виден выход прям породы металлической вот эти вот такие рыжебурые пятна и давайте смотреть и изучить объект здесь уже качество 39 какие-то звуки мне не понравилось как будто кто-то рядом что-то делает так как мы тоже выкинем и это тоже выкинем 39 качество того же руды это уже лучше чем 25 но я думаю за ним будет еще лучше но можно будет глубже шахту долбить здесь уже мы можем когда у нас уже вот так открылась первая шахта да да здесь вот камень тут явно не будет труды мы можем нажимать добывать железную руду видите и он уже будет более чистую брать больше руды меньше камня сейчас увидите этот момент вот видите 23 руды и всего 7 камней уже 39 качества все я сейчас пока рублюсь чтобы вам все не показывать когда следующую клетку вскрою посмотрим что там и вот наконец вскрылась следующая клетка шахта стала глубже и и видите здесь также виден выход породы но вот там уже и и нет там уже камень а вот здесь с трех сторон она есть и давайте смотреть какое же качество прям напротив нас получается 25 качество хуже потому что здесь было 39 а тут стала жила 25 качество смотрим здесь здесь вообще седьмое качество смотрим здесь а вот здесь семидесятая вот наша жила семидесятого качества материал в этом блоке 66 процентов я вчера из него поковырял но я к нему снаружи подбирался видите слой почвы здесь я вчера как-то здесь прорубался а мы сейчас будем добывать эту самую железную руду семидесятого качества именно ее мы будем брать как можно больше потому что из нее и инструменты получится хорошего качества и оружия хорошего качества и броня там да все что угодно просто семидесятое качество это неплохо это уже совсем неплохо сотая конечно самое лучшее но его пойди найди я доволен тем что мы ее нашли и тем что мы ее сейчас будем тут с вами рубить вот так вот выглядит горное дело ребята на самом деле очень увлекательно потому что ну пока найдешь жилу пока к ней прорубишься иногда настолько глубоко приходится делать шахту но прям реально как метро вот и в разные стороны я думаю мы это еще до этого еще доберемся самое главное все это еще до дома довести а потом я вам покажу процесс собственно переплавки как это все будет выглядеть сейчас самое главное собрать итак я загрузился полностью 230 единиц руды взял камень уже теперь высыпаем руду оставляем 230 единиц получилось больше взять не может материала в блоке осталось еще все вам покажу 49 процентов их тоже нужно бы выбрать поэтому я сейчас я домой по-быстрому все это скидываю и и уже потом приезжаю сюда еще раз для того чтобы добрать этот блок пока его кто-то еще не добрал вот тут с конем всегда проблемы с таких горст крутых спускаться поэтому нужно аккуратненько аккуратненько не спеша чтобы он не залипал вот все нормально поехали сейчас он тут выйдет на ровная местность вот так вот нормально все топим домой чтобы нас никто не ограбил чтобы все было отлично хотя сервер у нас pvn но у нас тут есть зоны pvp где разбойнички могут шалить да и всякое вообще случается на самом деле все включусь когда мы там уже эту руду боимся добирать вам процесс понятен он там этот чувак тоже что-то делает до нашего до нашей шахты не добрался все спешу домой ну вот я выбрал эту клетку с рудой и открылась так сказать шахта увеличилась открылись следующие клетки но здесь качество я уже посмотрел намного ниже то есть тут у нас была руда 70-го качества здесь вот тридцать девять а вот здесь вот всего лишь 25 по моему над здесь тоже тридцать девять вот эта клетка 25 то есть мы выбрали квадрат семидесятой рудой и больше ее здесь нет может быть еще сейчас посмотрим здесь ничего нету вот собственно таким образом иссякают жилы кто успел тот и съел мы успели выбрать отсюда семидесятую руду а всем остальным достанется только руда уже низкого качества но понятно что на этой огромной горе можно найти и еще где-то наверняка может быть есть и под сотку качества но даже семидесятка это для начала очень неплохо сейчас я спаял уже несколько ходок сюда сделал я просто вам это не снимал у меня там уже гора руды наверное порядка я думаю вот вместе с этой единиц 700 единиц где-то руды наверное может чуть больше даже и этого хватит на достаточное время чтобы наплавить инструменты нужны и так далее и так далее то есть пока я рудой обеспечен место я запомнил и порода здесь совсем не глубоко залегает в принципе если выбрать вот туда в глубину вот эти вот руду плохого качества то может открыться и 100 и качество вообще без вопросов но это очень по времени много и трудозатратно скажем так все сейчас мы едем домой и я буду знакомить вас с азами собственно кузнечного дела уже наконец-то я дома и вот видите вот эти горы это железная руда здесь я себе построил у меня плавильная печь здесь печь для обжига и вот наконец-то моя кузня сейчас мы с вами будем заниматься кузнечным делом сейчас это посыплю сюда руду у меня ее здесь уже много я думаю что в районе единиц на 800 должно быть потом я ее спокойно просто буду загребать отсюда лопатой и спокойно заряжать в плавильную печь таким образом они вот этого запаса хватит намного это хорошо всегда лучше сделать запас руды чтобы просто не ездить десять раз подряд сейчас вы сами увидите как выглядит процесс гора отличная просто руды просто отлично и так для того чтобы начать заниматься кузнечным делом но во первых ребята вам нужно его прокачать здесь вот вы при нажатии клавиши п английской разберетесь из каких умений что проистекает для начала нужно открыть выплавку чтобы вы могли управлять плавкой и печки были вам доступны для использования для этого нужно подготовкой материалов озаботиться то есть проще всего ее прокачать рубите камень обычный камень в горе и при помощи кирки его обтесываете до упора пока не докачаете вот до 60 единиц это такой лайфхак самая простая прокачка после того как вы до 60 добежите у вас откроется выплавка ее нужно докачать до 30 единиц чтобы у вас открылась кузнечное дело опять же выплавка качается либо управлять плавкой либо выплавить но вы просто будете плавить железо и она будет качаться выплавлять лучше маленькие кусочки для гвоздей которые используются я сейчас это покажу таким образом просто быстрее будет происходить прокачка здесь у нас открывается кузнечное дело и мы на первом этапе можем делать вот небольшое количество инструментов буквально молот кузнеца гвозди металлическая полоска металлический лист нож и тигель и щипцы плюс металлические части но когда мы достигнем 30 уровня умения то у нас будет уже возможность делать инструменты металлические топор лопата серп кирка они намного качественнее как вы понимаете соответственно пила тоже чем обычные также мы уже видите сможем делать различное оружие и уже в достаточном в принципе количестве но чем дальше тем больше там всякие разные ништяки появляются и мы уже будем невероятными мастерами также там откроется ювелирное дело атаковка доспехов а ювелирное дело у нас где же она у нас сейчас мы посмотрим по идее оно должно быть где-то либо либо она здесь же как-то заточено хотя нет это кузнечное дело а вот все ювелирное дело просто не увидел я здесь сначала мы делаем простейшие колечки а дальше уже всяческие там амулеты и так далее и так далее и тому подобное и это все ценится пушка ты это носишь то у тебя всякие бонусы плюс видите здесь понадобятся драгоценные камни а я уже рассказывал насколько тяжело их найти но собственно вот с этим вы разберетесь сами итак сначала вы берете поле на пилите из него напиливаете поленье штук 20 закладывайте в печь для обжига прямо сюда закладывать это у меня уже готовый древесный уголь зажигаете можно там тысячу градусов мехами раздуть и ждете пока у вас не дойдет до нужной кондиции 20 поленьев появится значок как бы выплавить вытащить и вы вытащите древесный уголь вот такой вот дальше вы себе берете закладываете его в плавильную печь вот у меня уже заложено 10 единиц угля и 90 единиц руды 70-го качества зажигаете раздуваем мехами до полутора тысяч градусов потому что железо плавится при этой температуре и ждем раздувать нужно периодически раз в несколько минут ждать но минут наверное около десяти сейчас появится прогресс бар под железной рудой она будет нагреваться только когда она нагреется но раскалится что называется расплавится до максимального состояния появится значок выплавить и мы сможем плавить из нее некоторые элементы когда до этого дойдет я вам покажу собственно какие уголь естественно будет убывать поэтому за ним нужно следить и если что докладывать его извинно из инвентаря я сейчас пойду возьму вот у меня здесь запасы лежат посмотрели а я вот беру просто и все теперь я смогу можно не стоять на душу его этой печки можно своими делами позаниматься какое-то время и когда дойдет до готовности вот видите прогресс бар по бар появился вот он чуть-чуть заполнен надо ждать полного ну соответственно периодически не забывать раздувать меха потому что если не забывать температура будет опускаться и не дойдет до нужной кондиции железная руда это важно все ждем я включусь когда соответственно все уже будет готово ну что клиент уже дошел до кондиции до какой до нужной и мы сейчас вот появился значок выплавить видите я экипировался тигель он делается из палки и камня простейший такой инструмент вы его сможете сделать и дальше мы нажимаем на выплавить и вот тут интересный момент я вам сейчас покажу кузнечное дело у меня прокачано на 23 единицы видите и только по достижении 30 я смогу делать инструменты чтобы вам как можно быстрее докачаться до 30 я вам сейчас покажу лайфхак он очень пригодится новичкам потому что новички там начинают выплавлять вот мы нажимаем выплавить мы можем выплавить железный брусок железный слиток и кусочек железа из кусочков железа делаются гвозди это совсем маленькие кусочки из железных слиток это самые крупные делается что-то крупное большое из брусков как правило инструмент ну так вот у нас сейчас там 90 единиц раскаленной руды и и хватит всего на 4 слитка больших и лучше а прокачка будет идти вот в один слиток выплавили у вас там допустим пол процента прокачалась лучше выплавить как можно больше кусочков железа из этих 90 единиц руды потому что прокачка будет идти такая же но количество с одно с одного разогрева с одной выплавки получится больше вот мы выбираем серийно и пошли плавить и вот смотрите как прогресс будет идти вот он двадцать три сорок пять так это у нас выплавка да 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 это не кузнечное дело это выплавка я забыл выплавку мы сейчас качаем гвоздями кузнечное дело мы будем качать как раз когда гвозди будем ковать поэтому думаю что не идет а еще самый главный момент я забыл вам показать это очень важно ребят поешьте перед тем как что-то делать чтобы у вас было сто процентов чтобы еда была качественной чем качественнее вы поели тем больше будет идти процент прокачки вот опять мы выбираем плавить смотрим как у нас пошла качаться выплавку смотрите 38 39 13 со следующего кусочка железа 39 38 видите потихонечку по чуть-чуть и вот так вот она набегает и это очень полезная история потому что чем дальше мы качаемся тем больше мы сможем уже плавить уже стальной слиток сможем плавить на там присадки нужно это целая история вот таким вот лайфхаком выплавляя маленькие кусочки железа мы очень быстро можем прокачать буквально с одной партии выплавку сейчас мы наделаем давайте посмотрим как у нас идет процесс так 30 качество 29 качество сейчас побольше сделаем именно этих маленьких кусочков чтобы гвоздями побыстрее прокачать себе кузнечное дело уже потому что вот так же будем его прокачивать делая гвоздь они делаются очень быстро а прокачка с них тоже идет отлично и потом уже можно делать более сложные вещи потому что если бы я плавил бруски например тут часу всего бы несколько брусков получилось и моя выплавка с этой партии была бы закончена они берут очень много руды а гвоздей с одной партии можно наплавить но прям достаточное количество и самое главное есть качественную еду потому что если бы мы были голодные то у нас повышалось бы не на вот 0.22 процента вообще там на 0.001 то есть если бы я поел еще более качественной еды то у меня бы было там может на процент повышалось вы понимаете да поэтому вот повара здесь ценятся и умение качественно готовить тоже вам пригодится вот таким вот образом мы сейчас плавим с вами именно кусочки железа которые нам понадобятся для изготовления гвоздей ничего другого из них из этих маленьких там особенно не сделаешь посмотрим сколько осталось все да ну-ка нет еще 58 единиц так уголь 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 и сейчас потухнет все успел потому что если уголь закончился и все это дело тухнет вот тогда наступает полная шляпа все остывает давайте доберем железными брусками все это дело даже если вам нужен инструмент для плавки а сломался все сломался тигель но у меня с собой было у у нас с собой было он ломается я уже делал себе металлический ждал пока этот накроется это мы выкидываем бежим обратно и экипируемся он делается из одного слитка и у него надежность выше 63 единицы его надолго хватит любой инструмент здесь приходит в негодность мы выбираем железный брусок убираем серийный пошли плавить бруски для гвоздей у нас получилось 30 качество сейчас посмотрим бруски какого 49 качество смотрите это неплохое качество инструменты будут более-менее ничего из них но брусков сейчас получится тоже немного потому что они тоже забирают на себя металла гораздо больше нежели чем вот эта история а здесь качество выше уже 50 видите поэтому в отдельную стопку кладет если кладет в отдельную стопку значит качество уже выше посмотрим сколько всего получится восемь брусков уже сделали между тем в общем очень уютно происходит процесс плавки и как я уже говорил вы чувствуете что вы молодец пустого как вы полазили часами в горах нашли руду добыли привезли домой затопили ваши печечки и пошла жара пошли что-то колотить молотить ячмень будет долгим-долгим ваш рабочий день как в песне комбайнеры ну вот собственно такая жизнь вот все мы наплавили получилось по моему 14 у нас брусочков да и осталось еще вот всего лишь два элемента можно маленькие кусочки железа добрать давайте наберем пусть будут почему нет 51 качество с этим вот тигелем и щипцами железными лучше качество получается а теперь мы с вами сделаем следующие финт ушами я вам сразу покажу весь процесс значит во первых мы сейчас возьмем отсюда еще угля чтобы посмотрев это ориентировались как вы на начальном этапе будете собственно все это дело делать сюда через шифт мы добавляем нас через шифт вот так можно сортировать шифт зажали перетащили и у вас получится 10 единиц угля дальше мы берем лопату она мне тут в бочке валялась бочку я уже себе сделал бочка достаточно вместительная до берем лопату и бежим сюда наковыряем сейчас нашей руды которые мы здесь сбросили как я вам и говорил мы потом будем просто спокойно эту нашу с вами руду использовать для плавки вот так вот нажимаем использовать лопату понизить открываем инвентарь что посмотреть сколько мы на к накопали нам надо 80 90 единиц вот 30 я сейчас еще он возьмет 60 знаете как раз 90 сейчас будет отлично отлично прям то что доктор прописал управлять плавкой открываем инвентарь кладем сюда раздуваем меха все процесс пошел следующую партию мы заложили а мы с вами тем временем идем сюда здесь у меня по моему лежали кусочки металла если я ничего не не перепутал до 6 я гвозди уже ковал значит опять не забываем подкрепиться экипируем молот кузнеца я вот уже себе сделал можно обычный молоток который мы там в принципе молот делали можно так зажигаем кузню она должна в нее ничего класть не надо у вас в инвентаре должны лежать все элементы просто зажигаем на минимальную температуру все она как бы готова к работе дальше у вас в инвентаре должны лежать либо бруски либо слитки либо такие кусочки железа и вот сейчас мы будем с вами нажимаем на кузню выковать инструменты и и мы куем гвозди видите 10 кусочков уходит на 10 гвоздей поехали серийно надо прозрачными сделать эти окошки вся красота была видна процесса и вот процесс пошел и смотрите одновременно сейчас у нас будет показано вот кузнечное дело повысилось на полтора процента до 24 95 видите нам до 30 нужно догнаться чтобы мы могли делать инструменты как раз из брусков вот мы сейчас с вами прямо-то и сделаем вот смотрите уже еще на уже на 1 и 3 процента до 26 и 3 очень быстро мы сейчас догоняемся до 30 но именно за счет гвоздей наш если бы вы топоры кловали на топоры нужно например там два слитка не то что брусков а два слитка очень много железа и был бы за один топор тот же самый 14 процента так мы делаем кучу гвоздей получаем те же проценты очень быстро прокачиваемся вот уже на эти 29 12 сейчас следующий гвоздь сделаем и у нас уже будет 30 мы сможем инструменты уже другие ковать вот видите до 30 повысилась кузнечное дело так не повышен уровень предыдущего умения слишком низок это кстати тоже история которую с которой вы будете постоянно сталкиваться давайте я вам объясню здесь то есть вот смотрите видите на 29 и 9 остановилась и до 30 не повышается потому что вот это умение выплавка для того чтобы здесь было 30 единиц она должна быть не ниже 60 вы все время будете в этой операции воды 60 нужно повышать соответственно сейчас я буду опять принимать партию из плавильной печи опять же как вы уже догадались маленькими кусочками чтобы побыстрее догнать 48 до 60 и только после этого я смогу повысить вот здесь до 30 это вам пригодится для абсолютно любого рода деятельности вы будете упираться в то что каждое следующее умение будет требовать чтобы предыдущие было не ниже 60 теперь вы знаете как это делать то есть допустим уперлись что не качается нажали на предыдущие почитали что его поднимает нашла здесь написано какие действия поднимают его там управлять плавка выплавить там использует меха и пошли спокойно качать это дело но думаю что это понятно итак другие я прокачал все что нужно поднял выплавку до 60 и таким образом кузнечное дело тут же качнул до 30 и опять же на гвоздях вам включаюсь уже показать что мы теперь можем ковать оружие причем посмотрите в каком количестве уже даже на этом этапе то есть ну просто все что угодно единственное что для каждого оружия понадобится свои ингредиенты в том числе и кожевинное дело нужно изучать вот и таким образом мы уже будем просто ко всему готовы на самом деле это очень интересное занятие и ну сами просто представить меч северян мне нравится хорошая вещь причем в другом разделе можно посмотреть какое из этих оружия наносит какой урон то есть выбрать определиться и только потом уже здесь пойти и спокойно сковать вот на боевой топор себе сковать как у рагнара по их мать его возброка так с оружием все понятно метательный нож но метательный нож мне не нужен мы сейчас с вами займемся инструментом потому что инструменты это то что нам очень нужно эти уже можно сделать кастрюлю капкан на медведе кстати кастрюлю кирку для нее нужно из дерева сделать рукоятку и два обычных слитка слитков у нас нет можно сделать лампу для этого нужно стекло сделать стекло делается нужно плавить песок а как вы думали вот так вот лопата тоже рукоятка и бруски но и всяческие на различные наборы хороший качественный нож можно сделать можно сделать можно сделать разделочный нож пилу топор тоже нужны бруски серп ну собственно сейчас мне нужно сделать рукоятки для того, чтобы я мог выковать себе, ну, там, я не знаю, лопату, например, качественную, или, например, ну, кирку, наверное, сейчас не смогу сделать, потому что для кирки слитки нужны, да. И делается это следующим образом. Мы нажимаем здесь на крафт. А где у меня нож? Почему я его не вижу? Я его что, выложил? Наверное, я выложил нож. Как-то это не очень хорошо, что я его выложил. А или, например, я его не выложил, или у меня его просто нету. Он у меня был, но куда-то делся. Так. Инструменты. Ну, раз нету ножа, мы сейчас с ножа тогда и начнем. Обычный нож. Все равно рукоятка нужна. Значит, придется делать... Управлять плавкой, чтобы уголь не жглом погасим. Нужно будет сделать обычный ножичек. Для этого мы находим материалы. Сейчас быстренько с вами смастерим какой-нибудь инструмент. Я думаю, на этом начальное введение в кузнечное дело я закончу. Так вот получился ролик. Пишите, опять же, в комментариях, интересно вам, чтобы они были длиннее, или чтобы это были короткие ролики. Но я почитаю, и исходя из этого буду ориентироваться. Так. Где тут у нас примитивный нож-то? Ну, все у нас для него есть. Делаем примитивный нож. При помощи этого примитивного ножа мы с вами сможем сделать рукоятки. Рукоятки делаются, если я ничего не путаю, рукоятка, полено из мягкой древесины нужно. Соответственно, раз нужно полено из мягкой древесины, он целый квест. Понимаете? Нужно взять топор. Вы уже будете знать просто все, посмотрев эти такие длинные, может быть, ролики, но, по крайней мере, найти дерево с мягкой древесиной. А это сосна или елка. Ну, вот у нас сосна растет, но она мне тут нравится, я бы ее не стал прям здесь-то рубить. Вот эту давайте срубим. А еще лучше, чтобы она была хорошего качества, потому что, как я уже говорил, инструмент будет зависеть от качества дерева. Это 45. 45 это не качество, это так себе. Это фу, 50, но тоже, в общем-то, фу. Так, это что такое? Вот это сосна или что? Или ель? Вот. Ель. 39. Да что ж так не везет-то? Воруде ель, а туда же. 39. Нужно какой-нибудь 50. 50 это такое себе качество. Мне кажется, вот эти могут быть повыше, получше. Ну-ка. Ой-ой-ой. Может быть, это сосна? Вот. Вот зрелая сосна, 86-е качество. Я понимаю качество. Никаких разговоров. Из него получатся качественные рукоятки. Всегда обращайте внимание на эти вещи, потому что качество, ну, реально отразится просто на долговечности вашего инструмента. В случае с оружием на том, как это оружие будет наносить урон, насколько оно будет опасным. То есть, все здесь напрямую завязано на качество материалов. Это на самом деле здорово. Кстати, когда он делает тяжелую работу, то устает он быстрее, нежели чем, когда он делает какую-нибудь легкую работу. И сразу возьмите себе за привычку выкорчевывать пеньки. Это просто правило хорошего тона на серверах. Ну, чтобы как бы их не было. Тем более вы получаете, опять же, сразу одно полено. Ну, просто не очень высокого качества из пня. Вот, выкорчевали. Все, это мы возьмем, потому что здесь я не хочу пилить. Мы его поближе отнесем к нашему дому. Для того, чтобы там было удобнее. Так, где у нас дом? Там где-то. В темноте заплутал вообще. Положим его рядом с мастерской. И будем спокойно себе напиливать все, что нам нужно. Использовать это мягкая, качественная древесина. Я ее не буду использовать, чтобы там что-нибудь из нее разжигать и так далее. Только на рукоятке для инструментов. Ну, что 86 единиц это очень неплохого качества сосна. Вот такая вот тяжелая работа. Тяжелая, суровая вообще работа. Работа мечты, короче. Положим куда-нибудь вот сюда. Нажимаете правую кнопку, положить. Если вот она красная, да, то чуть поднимаете и поместить. Все. Теперь мы берем пилу. Экипируемся. И нам нужно дать парочку поленев. Напилим парочку. Из мягкой древесины. Вот одно есть, но оно, видите, 42-ое качество, потому что из пенька. Это мы корчевали пень, оно дает одно полено. А вот это качество уже будет 86-ое. Вот это уже то, что надо качество. Это сейчас закинем в костер, чтобы можно было потом такие костры сжечь, так сказать. Все. На костер у меня уже сломался. Нужно не закинешь. Я тогда просто скину. Или вот сюда положу. Некачественная, да. Пусть лежит там. Все. Теперь мы делаем из этих поленев рукоятку. При помощи ножа. Нож у нас в инвентаре есть. Делаем рукоятку. Мастерим. Серийная, опять же, три рукоятки пусть сделает. Вот первое, 29-ое качество. Каждый раз качество будет повышаться. То есть независимо от того, что полено 86-го, во-первых, качество ножа влияет. Он 39-ый. Нужно его делать более качественным. И плюс еще умение. У него не такое уж прям столярное ремесло, развитое, да, 46 всего лишь процентов. Чтобы он сразу делал какого-то супер качества, хотя бы такого же какого материала, из которых изготавливается. Ну вот мы сделали. Все супер. Теперь мы зажигаем нашу кузню. Теперь мы экипируемся, опять же, молот кузнеца. Выковать инструменты. И давайте посмотрим. Мы хотели, допустим, лопату. Да, вот можем сделать лопату. Смастерить вручную. Это одно-единственное лопату. Нам и нужна сейчас одна лопата. Вот таким вот... Так вот долг путь к нормальному инструменту, который действительно уже будет надежнее и качественнее. Видите, вот лопата. 72, 2 единицы у нее запас прочности. Вот у этой лопаты всего лишь 21 единицу. И она потом сломается. То есть этой хватит намного-намного дольше. Вот так же, как и ножик, мы можем сделать хорошую пилу. Давайте пилу сделаем. И пила это важно очень. Разделочный нож, опять же, если сделать качество снимаемых шкур, будет выше, чем если обычным ножом. Это тоже очень такой полезный момент, элемент. Вот, видите, сделали пилу. Тоже запас прочности 77. Это, ну, очень здорово. Вот таким вот образом вы доберетесь до качественного инструмента. И это значительно облегчит вашу жизнь. И спокойно будете развиваться. Шахтерское дело я вам показал. Как искать железную руду на начальной стадии. Дальше там много тонкостей. Лазить, скакать по этим горам. Делать ступеньки в горах, чтобы залезать на самый верх. Но это пригодится, когда вы будете искать редкую золотую руду. Ее очень сложно найти. Вот она только в самых потаенных местах обитает. Так что, надеюсь, вам это интересно. Ребят, ставьте пальцы вверх. Пишите ваши комментарии. И увидимся.